И вот вместо послесловия Равицкак решил посвятить ее своему родственнику, своему дяде, Равхайму Подаровскому, благословена память праведника. Он был женат на сестре моей мамы. Вместе с женой и четырьмя детьми он погиб от рук немцев, чтобы память его была благословена и чтобы имя злодеев было стерто. Он руководил Ешивой в городе Кобрине. Я в детстве ездил в этот город, тогда это была Польша, а сейчас это, скорее всего, Беларусь. Его старший сын Мордыхай Песах учился у Хофицкайма и со слов Хофицкайма записал много его высказываний. А сын Хофицкайма издал эти записи. В предисловии он написал «Это записи бесед дал мне мой товарищ, великий в Торе, Равмордыхай Подаровский из Кобрина, который был рядом с моим отцом в течение нескольких лет до его смерти. Пусть ему защтется заслуга моего отца». И вот из этих записей, говорит Равицкайм, мне хочется, чтобы отрывки из этих записей вы прочли в заключении нашего разговора, в заключении всей этой книги, чтобы ты остался евреем. Как-то Хофицкайм вздохнул и взглянул на своего сына. «Послушай, ты все-таки холоднее, чем я, а твои дети будут еще холоднее, чем ты, а их дети еще холоднее. До каких границ может дойти этот холод?» О семье. Отец, он глава семьи, на что он похож? На паровоз, который, поднимаясь в гору, тянет за собой груженные вагоны. Если это сильный локомотив, и у него достаточно огня и пара, то он тянет. А если нет, не дай бог, то его тянут назад вагоны, и все могут погибнуть. Один человек попросил у Хофицкайма благословить его детей, чтобы они выросли соблюдающими евреями, а для Равицкака определение честными евреями. И Хофицкайм ответил, вы хотите получить это через мое благословение? Ради этого нужно очень много трудиться и часто рисковать жизнь. В начале 20 века эта зарождающаяся идея социализма и коммунизма очень большое влияние оказывала на еврейскую общину, в том числе и на то, как стали одеваться евреи и еврейки. Несколько раз в Гешиву, где в Радине, которую создал Хофицкайм, приходила девушка в блузке без рукавов. Хофицкайм заметил, мода подобна помешательству, к которому постепенно люди привыкают и называют это красотой. А пример Хофицкайм приводил служение идолу Бааль-Пеору. Она состояла в том, что, войдя в его капище, нужно было обнажить нижнюю часть тела и пойти по-большому. О заслугах. Люди говорят, как-то сказал Хофицкайм, что в наше время трудно соблюдать Тору. Но нам с вами нужно учиться у рабочего, работника, которому предлагают легкую работу и малый заработок или тяжелую, трудную, но с возможностью гораздо больше заработать. И продолжает Хофицкайм. Нам надо постараться жить подольше, потому что на том свете невозможно заработать уже ничего. А сказано в Перке, вот, по учениях отцов, один час раскаяния и добрых дел в этом мире лучше всей жизни в будущем мире. И наоборот, один час духовного наслаждения даже в предбаннике перед входом в то главное место, где получают особенное наслаждение. Так вот, это место в грядущем мире лучше всех наслаждений, и мудрецы Мусара говорят, всех наслаждений, всех людей за всю историю мира. Так как же это можно понять, как будто есть противоречия? И для того, чтобы понять его, Хофицкайм приводит такой пример. Царь вызвал двух своих приближенных. Одному, одного он назначил на пост министра, а другому дал подарок, большую пачку денег. И первый трудился на благо царя, на благо государства, а второй наслаждался, положил деньги в банк, получал проценты, ел, пил, наслаждался жизнью как мог. А первый служил в честь своего царя и получал от него награды и продвигался по службе. А второй ничего не делал, постепенно проел проценты, потом постепенно проел то, что подарил ему царь. Кому лучше? Первому или второму? Ясно, что первому, который еще может что-то заработать, что-то сделать. А второму тоже хорошо, но он уже никогда ничего больше не приобретет. И это разница между нашим миром и будущим, этим светом и будущим. Тот свет хорош, потому что кто-то жил правильно, он дарит все удовольствие, но в нем уже ничего невозможно заработать. Даже слова Торы не получишь. А тут ты можешь молиться, можешь зарабатывать, изучая Тору, делая заповеди. Ты кончаешь свой срок в этом мире, умираешь, а на том свете уже ничего не заработаешь. Так какой же вывод? Мы должны сделать. Лучше жить долго. Где-то в 13-14 году, еще до войны, приехал к Хофицхайму один человек и пожаловался, что у него плохо, плохо с заработком. И он попросил благословения у Хофицхайма. А чем вы занимаетесь? Спросил Хофицхайм. Я покупаю пшеницу у крестьян и продаю его тем, кому это нужно. Но покупатели такие придирчивые. Даже если купят, то платят не сразу, дают задаток, а потом дожидайся, пока отдадут все деньги. А они с этим не спешат. Очень тяжело приходится. Но прошло время. В России, в Советском Союзе, произошла Великая Октябрьская революция. То, что в современном ибрите называется Мерет Октобер. Октябрьский бунт. И начался коммунистический режим, при котором за перепродажу расстреливали. Расстреливали прямо. Равыцкая говорит, что мне известна история одного соблюдающего еврея, которого приговорили к расстрелу за то, что он купил, чтобы перепродавать, перепродавать, полкилограмма соли. А этот человек, Моттл Друй, он с рук купил эту соль, но кто-то донес, и когда его ввели на расстрел, сердце не выдержало, и он умер. Его не пришлось расстреливать. Это было в 20-м году в Казани. В эти трудные дни торговец пшеницы опять посетил Хоффетскаема. И Хоффетскаем спрашивает у него, ну как сейчас ваше положение? Борухаше, Борухаше. Борухаше. Я хорошо зарабатываю. Как это может быть? Удивился Хоффетскаем. Когда вы покупали хорошее зерно у крестьян, и это было разрешено, у вас было плохо заработка. А сейчас, когда расстреливают за это, как вы хорошо зарабатываете? Я скажу вам на чистоту, ответил торговец. Когда пшеницы было вдоволь, покупатели цеплялись ко всему. И если вы уж брали пшеницу, то тянули с оплатой. И я очень нуждался. А сейчас никто не смотрит хорошая пшеница, плохая, лишь бы она называлась пшеницей. И если я сумею раздобыть у кого-то, купить мешок пшеницы, мне тут же суют деньги заранее. Вот я и зарабатываю сейчас лучше, чем тогда. И продолжил Хоффетскаем и сказал. Так и с еврейством. Как рассказ об этом продавце пшеницы. Раньше, в свободные времена, когда у нас были синагоги, когда все молились, тогда смотрели, какая пшеница. Хорошая или чуть-чуть не очень. Молится человек вдумчиво или нет. Но сейчас, когда запрещают все молитвы, радуешься уже даже тому, что какой-то еврей надел твелин и хоть что-то успел сказать, хоть шма. Это очень ценится. Сегодня у творца нашего мира можно гораздо больше заработать, чем в те времена. Многие люди, обращаясь к Хоффетскаему, говорили, что у них много вопросов к творцу. Почему во время революции и гражданской войны погибло столько людей? Почему евреям так тяжело с заработком? И на это Хоффетскаем давал очень простой и четкий ответ. Вспомним то, что написано в Торе. Братья Йосифа обращаются к творцу и просят объяснить. Всевышний, ну чем мы согрешили? В чем наше преступление? Мы хотели купить зерно для наших маленьких детей. Десятки тысяч приходят за хлебом в Египет, и их ни в чем не подозревают, а нас обвинили в том, что мы шпионы. А во второй раз, когда приходят евреи и приводят с собой своего младшего брата Беньямина, новая беда. Их обвиняют в краже кубка и хотят арестовать Беньямина и сделать его рабом. Опять все непонятно, и все очень страшно. Мало у них вопросов к Богу. Много! Но вот Йосиф произносит всего два слова. Они Йосиф. Я Йосиф. Эти два слова снимают все вопросы. Так будет и с нами. Когда завершится последняя война, Гога и Магога, говорит нам Тора, «Всевышний через нашего царя Машеха Бен Давида скажет, «Они Ашем, я Бог». И ни у кого не останется никаких вопросов. Мы уже около двух тысяч лет находимся в изгнании, в Галуте и дома. Почему в этом страшном Галуте у нас нет пророков? Они бы могли объяснить и помочь еврейскому народу. Помните, «Всевышний через наш царя Машеха Бен Давида?» Когда он вырос и увидел, как мучаются евреи, он плакал и просил перед Творцом, «Помоги!» Но Творец знал, что именно эти беды ускорят освобождение евреев. Именно из-за того, что сделали такой тяжелый плен и рабский труд, это ускорит выход евреев. Время же еще не пришло. И Творец сделал так, что Мушея вынужден был бежать из Египта, в Медьян. А в это время египтяне еще тяжелее сделали труд. Норму оставили тут же, а солому не давали. Почему? Потому что это угнетение приближало освобождение. Если бы у нас были пророки, они тоже взывали бы к Богу. Но так как наш голод, наше изгнание должен завершиться, и Творец хочет, чтобы мы раскаялись, он не дает нам пророков. Подтверждая эти слова, глава Ешивы Хопетскаема Рабмуйше Лондинский приводит такое рассуждение. В дни, когда враги разрушили первый храм, пророка Ирмияу в Иерусалиме не было. Почему Творец сделал так, что Ирмияу отсутствовал? Может быть, пророк в молитве обратился к Творцу, и, может быть, это помогло бы спасти храм. Но так написано в 79-м псалме царя Давида. Мизмор ле Ассав. Песня Ассава. А как она начинается? Творец мира Всевышний, народы вошли в твой удел, осквернили твой святой храм, превратили Иерусалим в развалины, в руины. Почему же этот псалом называется песня? Что тут воспевать? И говорит Талмуд. Если бы храм не был разрушен, Творец обрушил бы свой гнев не на балки и камни, а на евреев. А так Творец излил свой гнев на здание храма. Разрушение храма это произошло тоже и ради нас. Поэтому в Иерусалиме не было в час разрушения пророка Ирмияу. Поэтому и у нас нет пророков. Когда делают операцию ребенку, маму туда не допускают. Как это не грустно. И Тура описывает, как Иосифа из тюрьмы привели во дворец к фараону. И сказано не вывели, но юрицу, вырицуху. Что это значит? Бегом заставили идти. Почему? Потому что, когда наступает время, минута у Творца это очень дорого. Так продолжает Кофицкаем, будет и с нами. Придет время избавления, и это произойдет, как сказано у пророка Ишаяу. Кто эти? Летящие, как облака, как голуби, которые возвращаются к своим гнездам. Точка. Завершается книга нашего учителя Равицка-Казильбера «Чтобы ты остался евреем». Он рассказывал ее в течение шести-семи лет каждый Моцей-Шаббат. Кармеле Райс и Зеву Райсу, они записывали его уроки на маленький магнитофон, который они еще привезли из Вильнюса. это, может быть, он назывался «Весна». Так появилась эта книга живых рассказов поколения, которое пережило геноцид, катастрофу советского еврейства. Но это не последняя точка в книге. Потому что, как сказано в Шма-Исраэль, «Вэщинантам леванеха» и обучи этим словам своих сыновей. Учит Талмуд, сыновья – это ученики. Как-то я ехал в автобусе, и какой-то человек спросил у меня, скажи, ты сын Равицка-Казильбер? И я был счастлив. Я сказал, нет, я ученик. Но это, скорее всего, то, что он имел в виду. Я встречал у Стены Плача одну нищую, у которой было красное лицо. И она говорила с русским отцентом, и я спросил у нее. И она сказала, я действительно приехала из Питера. И я работала удобенной печи. Я отличник производства. У меня была такая медаль. Может быть, из-за этого у нее красное лицо было. А может быть, потому что она целый день была на солнце. А в Иерусалиме солнце жаркое. Говорит так великий учитель еврейского народа Рабимушей Хаймлю Цаторамхаль. На что похоже Тора? На полупогашие угольки. И есть две вещи, которые сотворены в мире подобной. Что это такое? Это разум человека и это Тора. Когда человек, еврей, возвращается к своей вечной книге, когда он начинает раздувать эти угольки, что-то происходит с ним. Он начинает подниматься по ступенькам той внутренней лестницы своей души, своей божественной души. Меняется его лицо. Так спрашивает император Андриан у своего племянника, который сделал обрезание. и начал учить Тору. Ункилус, но зачем, зачем ты это сделал? Ты же знаешь, что я запретил римлянам делать обрезание, потому что без этого невозможно изучать Тору. Написано так в трактате Хагига, что есть души совершенных злодеев, и Творец не помещает их в одном поколении, потому что если бы они собрались в одном поколении, они бы уничтожили весь мир. Он распределяет их по поколениям. То, что мы знаем, Гитлер и Макшмо, и Сталин и Макшмо, когда Гитлер увидел документальные кадры, лицо Сталина, он сказал, с ним я могу иметь дело, он мне очень нравится. Злодеи творец сделал так, что они воевали друг с другом. И это то, что говорил отец Равицкака, Равбен Цион, Зильбер, посмотри, до какого положения мы дошли, что сейчас мы должны молиться, чтобы победил Сталин другого злодея, Гитлера. И то, что он не завершил Гитлер, который уничтожил 6 миллионов нашего народа, хотел дозавершить его друг Сталин, когда он планировал убийство 3 миллионов евреев России. Но это был вечер Пурима, и встал заключенный в 4-й трудово-исправительной колонии ГУЛАГа и сказал, Сталин, только плоть и кровь. Никто не знает, что с ним может произойти через полчаса. Пока кровь течет, человек жив. А он не договорил. Через 32 минуты у Сталина было кровоизлияние в мозг. И трое суток он еще валялся в своей моче, и так он и подух. Потому что этот праведник, Равицк Акзильбер, на седьмой ступени советского геенома в уголовном лагере, он сказал, если европейские евреи, эти 6 миллионов были убиты, то мы останемся в живых. Но почему спросили его евреи, которые возле него там находились? Потому что не спит и не дремлет страж Израиля. И это то, что произошло с нашим поколением. Когда в 79 году я приехал в Израиль, мне уже в Вене дали телефон русскоязычного раввина Исаака Зильбера, но я потерял эту бумажку. И через два месяца ко мне в центр абсорции пришли два еврея, те, которые стали моими друзьями на всю жизнь. Равшиман Познер Зацаль и Рав Александр Айзенштад, что творец дал ему долгую жизнь. И они привели меня к моему учителю Равыцко Кузильберу, который стал учителем, моим учителем жизни на всю жизнь. 25 лет это счастье, которое выпало мне. По любому вопросу я знал, в любую минуту дня и ночи я могу обратиться к моему Раву. Ай! И вот за несколько дней до смерти, в день рождения моего Рава, 3-го ава, я пришел к нему в больницу в Адасу и сказал Равыцкак, вы помните, где-то 7 лет тому назад я принес вам еврейскую газету, выходящую в Москве. И там была рецензия на мой фильм, который мы сделали в честь вас, который назывался «Учитель». И там было поздравление от евреев бывшего Советского Союза учителю Равину Равыцкаку Зильдеру. И я помню, как тогда Равыцкак сказал «Патлас, давай выпьем!» Это было уже после 9-го ава. Я вернулся из Москвы, из Ешивы Турат-Хаим. Может быть, это было уже 12-е, 13-е ава. Я говорю Равыцкак в честь чего? Он сказал «Ты не понимаешь, совсем недавно я отметил свой 80-й день рождения». Я спросил Равыцкак «Вы что отмечаете день рождения? Мы же все новособлюдающие, очень строгие. Мы нам все рассказали, что в Торе есть только один человек, который отмечает свой день рождения. Фараон Равыцкак сказал «Ты не понимаешь, давай выпьем, и я тебе что-то скажу». Там, в лагере, был какой-то момент, о котором я никому, никогда, никому не буду рассказывать, когда буквально одного шанса остаться в живых не было. «А сейчас творец сделал мне такое чудо, что я отметил свою годовщину восьмидесятилетия». Так я пришел к нему в Адасу. Прошло семь лет. Я сказал Равыцкак, мы отмечали с вами ваше восьмидесятилетие, а сегодня вам восемьдесят семь. Вы хотите что-то сладкое? Я купил в лавочке в больнице Адаса шоколадный батончик. Равыцкак сказал моток сладкое, и я вложил ему в руку этот батончик. И через какое-то время он отпустил руку, и этот шоколад упал на пол. Уже это ему было не нужно. Но прощаясь, я ему сказал наидыш, зайди и зунт, чтобы вы были здоровы. И последнее слово, которое я от него услышал, он ответил омэйн, громко, ясно. А слово омэйн, это корень слова эмуна. Обычно мы переводим это как вера. Но то, как объясняет Гаон Рамыши Шапира Зацаль, это слово наеврите больше означает верность. человек, который жил своей верой. Так сказано в псалме. Цадык бээмунато ивье, праведник своей верой будет жить. Это то, что последнее слово, которое прозвучало у меня в ушах. это то, что мы видели живой пример горячей веры, верности Творцу. То, что я узнал из Торы, я должен быть этому верен. И это корень того, что мы отвечаем на благословение омэйн. Кэль Мэлэх Нэйма. Нэйман Творец первые две буквы имени Элоким основа и начала всех сил. Тот, кто сотворил мир Мэлэх царем он стал когда у горы Синай мы получили Тору, а Нэйман верный это когда то, что обещано Творцом произойдет оживление мертвых. Омэйн за радость встречи с учителем, учителем, который стал учителем жизни для поколения Баалей Чува, а нашим учителем Рави Ицкаке Зильбери Зацаль. И это завершающий, но не последний урок этой книги, потому что его ученики живут, учат Тору и исполняют заповедь жизнь это связь с Творцом. Благодаря нашему учителю мы стали учениками и стали теми, кто идет по его тропинке. учителем его не учителем и не его не . Продолжение следует...